Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Иван Федяков. Это спикер нашей деловой сессии, модератор. Здравствуйте. Приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы сегодня поднимались на нашей деловой сессии. Мы сегодня хотели обсудить, как изменились стратегии производителей и поставщиков продуктов питания после пандемийный, скажем так, период. И нам это, как мне кажется, удалось. Мы начали с того, что заглянули немножечко в историю. Уже почти 7 лет действует продовольство эмбарго, которое ограничивает импорт продуктов питания в Россию. За эти годы российские производители окрепли, упрочили свои позиции на внутреннем рынке, уже всерьез задумываются о том, чтобы экспортировать продукцию. И далее мы переключились на прогнозы развития отрасли, на перспективы развития отрасли. Закончили мы очень интересные дискуссии, посвященные уже инновационным продуктам, посвященные переключению покупателей на продукцию альтернативных, скажем так, видов продукции. В частности, компания «Эвка» реализует большой инвестиционный проект в области выращивания продукции на базе растительных белков, являясь, соответственно, альтернативой традиционных наших молока, мяса. И завязалась очень интересная дискуссия, потому что у нас тут же был лидер российского и европейского рынка по производству молока. Это руководитель компании «Эко-Нива» Штефан Дюр. Они как раз с представителем компании «Эвка» подискутировали по поводу перспектив потребления вот таких альтернативных продуктов. Мне кажется, получилась очень интересная, очень живая дискуссия, которая всецело позволила нам понять, какими проблемами живут сегодня потребители и какие, соответственно, перспективы у них есть в реализации своей продукции в будущем. Какие перспективы хотелось бы узнать? У нас все безоблачно, и мы движемся в какое-то светлое будущее, где все друг друга понимают, и производители, и дистрибьюторы, и ритейлеры. Или все-таки есть проблемы, которые нужно решать в ближайшее время? Проблем и вызов, конечно, очень много, как и в любой деятельности, которая ведется активно. Наверное, если коротко, можно сказать так. Последние годы наша отрасль по сельскохозяйственной, производству продуктов питания, она жила парадигмой импортозамещения. Благодаря тому, что на рынке оказался вакуум из определенных групп товаров, которые сейчас невозможно поставлять из стран, которые примкнули к санкциям по отношению к России, эти ниши занимали отечественные производители, отечественные сельхозкомпании. Они это делали достаточно успешно, эффективно. Сегодня они действительно уже конкурентно способны. И как раз одним из вопросов нашей дискуссии было то, повлияет ли снятие этих контрсанкций и возвращение на российский рынок европейской продукции. И большинство производителей сошлись на том, что на сегодняшний момент они уже готовы к тому, чтобы на равных конкурировать с европейской продукцией, достойной, качественной, ну и отечественной уже по большому счету не хуже. Они в одной весовой категории, скажем так. Чего, к сожалению, не было раньше, когда мы откровенно проигрывали. Но в то же время вот этот потенциал импортозамещения, он себя уже исчерпал. Мы практически полностью удовлетворили внутренний спрос продукции. Мы практически существенно сократили, по некоторым позициям до нуля сократили импорт продовольствия из-за рубежа. И сейчас отрасль переходит на новую парадигму. Она будет связана уже с реализацией новых других стратегий по производству, по реализации продукции. И вот об этом как раз мы сегодня говорили. Это и реализация в новые каналы продукции, тот же растущий ЕКОМ. Это и выстраивание эффективных взаимоотношений с дистрибьюторами, которые должны представлять эту продукцию либо в отдаленных регионах нашей страны, либо в канале Хорика. Ну и, конечно же, мы говорили о взаимодействии с государством, потому что государство все больше и больше вмешивается во взаимоотношения хозяйствующих субъектов. Иногда позитивно, поддерживая субсидиями, поддерживая определенными, в первую очередь, финансовыми инструментами, но и не финансовыми тоже деятельность российских предприятий. Но иногда это вмешательство носит деструктивный характер, скажем так, когда, соответственно, приходится подстраиваться под эти изменения, при том, что производителям, поставщикам данные требования абсолютно непонятны, неочевидны. Им приходится увеличивать себестоимость продукции для того, чтобы выполнять все эти требования и перекладывать часть этих затрат на плечи нас с вами, на рядовых потребителей. И это, конечно, не очень позитивно. Но мы, я надеюсь, наши сегодняшние дискуссии, по крайней мере, обозначили эти трудные места и подсветили их для того, чтобы дальше работать над тем, чтобы этих мест становилось все меньше и развитие отрасли было все более и более гармонично. На этой позитивной ноте хочется, наверное, закончить. Спасибо вам за вашу работу и надеюсь, что нас ждет светлое будущее, где все будут друг друга понимать и все будет налажено. Спасибо огромное. Будем стараться именно так и сделать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.